Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию смешные истории Тамары Крюковой. Одними из самых востребованных произведений детской и подростковой литературы в нашей библиотеке являются книги Тамары Крюковой. Тамара Шамильевна Крюкова – известная детская писательница, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, лауреат 4-го Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алая паруса», лауреат 1-й премии Международного общественного благотворительного фонда «Русская культура» за возрождение литературы для подростков России и обладательница многих других наград. Она является членом Союза писателей России с 1997 года. Тамара родилась 14 октября 1953 года в городе Владикавказ. Она росла в большой семье с родителями, бабушкой и дедушкой. Родные ей стали первыми учителями девочки. Дедушка научил читать в три года, отец – игре в шахматы, мама – рукоделию. Рано научившись читать и писать, больше всего Тамара любила сказки и росла большой фантазеркой. Будущая писательница сочиняла стихи и зачитывалась произведениями Дюма, Майнрида и Джека Лондона. Писательница окончила факультет иностранных языков Северо-Осетинского университета, работала переводчиком, жила в разных уголках мира. Первая книга «Повесть-сказка. Тайны людей с двойными лицами» родилась из писем сыну и увидела свет в 1989 году. Так началась писательская деятельность Тамары Крюковой. Тамара Крюкова пишет для детей разных возрастов. В настоящее время на ее счету более полусотни изданных книг. Среди которых произведения для малышей, фантастика и фэнтези для подростков, молодежные романы. А наша сегодняшняя презентация посвящена книгам для младших школьников. Первая книга, с которой мы хотим вас познакомить, называется «Калитка счастья» или «Спасайся, кто может». Матвейка очень любит гулять по лесу с дедом. Именно так он узнал, что в 39-м царстве случилась беда. По вине забавных лесовичков, мастери, тюхки и колоброда началась страшная путаница. Кощей Бессмертный стал Кощеем-дурачком. Иванушка-дурачок Иваном Горынычем. А Змей Горыныч, словом, если бы не волшебная калитка, вход и выход, куда пожелаешь, неизвестно, чем бы все кончилось. Эта книга читается на одном дыхании. Дом вверх дном. Это веселая история про девочку-непоседу Агату и ее дружка Плутыша-Тришку. Агата постоянно делает что-то не так, но при этом всегда старается принести пользу. Она не хотела безобразничать, но просто так получилось. И у многих детей есть такие воображаемые друзья, как Тришка, которые постоянно толкают их во локоток. Эта книга прекрасное лекарство от депрессии у детей и у взрослых. Однажды рассеянный волшебник потерял свою правую калошу, которая жила у него так долго, что и сама научилась творить чудеса. Отправившись в путешествие, калоша встречается с разными ребятами и немножко волшебничает с ними. Среди ребят есть и задавака, и забияка, и трус, и лентяй, и врунишка, и обжора. Калоша помогает ребятам взглянуть на себя со стороны и измениться к лучшему. Не зря она имеет под заголовок «Занимательное пособие по правилам поведения». Если вдуматься в смысл этих коротеньких историй, получится целая энциклопедия примерного поведения. Чародейка с задней парты В этой книге есть два главных героя. Вася – горе-изобретатель, вечный козел отпущения. И Юлька. Горе-чародейка – сплошное недоразумение. Он живет в обыкновенном городе и учится в шестом классе самой обыкновенной школы. Она живет в сдвинутом мире и учится на волшебницу. От его изобретения одну часть школы лихорадит, а другая катается от хохота. От ее чародейства жители сдвинутого мира не знают то ли плакать, то ли смеяться. А уж когда Юлька попадает в наш мир и встречается с Васей, вот тут-то и начинается самое интересное. В двух словах не опишешь – надо читать. И в завершение три прекрасные книги «Чудеса непонарошку», «Маг на два часа» и «Опасайтесь волшебства». Это книги про троицу неразлучных друзей – мальчика Митю, плюшевого львенка Мефодия и мага-ненаучку Авося. Куда только не заносят эту компанию. В какие только страны они не попадают. Игрландия, Шотландия, Искандия и даже Фантазия. С друзьями происходят очень смешные истории, хотя самим героям часто бывают и до смеха. В этих книгах столько доброты, позитива и веселья, что они прекрасно поднимают настроение. Сейчас, когда в жизнь современного человека прочно вошли новые технологии, гаджеты, социальные сети, Тамара Шамильевна тоже не отстает от прогресса. Она наладила виртуальное общение с поклонниками на своем персональном сайте. Также в социальной сети ВКонтакте есть группа Тамара Крюкова «Фантазии и реальность». Где автор делится свежими творческими новостями, проводит конкурсы, анонсирует новинки и многое-многое другое. Смотрите, выбирайте и переходите в библиотеку за понравившейся книжкой. До новых встреч!